лекция 6 магическое мышление и память в этой лекции мы узнаем почему люди запоминают странные вещи лучше чем обычные вещи я расскажу об исследовании целью которого было изучить влияние магического мышления на память и рассмотрю практическую ценность такого эффекта для коммерческой рекламы я выражаю признательность моей студентки джейн мэтьюс выполнивший часть этого исследования в ходе подготовки проекта для получения степени бакалавра в университете ланкастер великобритания исследование базировалась на том факте что рекламные ролики часто включают рекламируемые бренды в контекст магических эффектов соответственно целью исследования было выяснить действительно ли включение коммерческих брендов контекст магических визуальных эффектов усиливает воздействие рекламы на потребителя гипотеза исследования состояла в предположении что при прочих равных условиях потенциальный потребитель лучше запоминает коммерческие продукты которые в включены в контекст магических событий чем продукты включенные в контекст обычных событий в исследованиях памяти показано что сообщение содержащие необычные странные факты и явления запоминаются лучше сообщений содержащих обычные явления например сообщение собака спрыгнула в пропасть запоминается лучше чем сообщение собака спрыгнула со стула потому что первое имеет меньше шансов быть затушевана наплывом посторонней информации чем второе магические события являются невозможными и следовательно странными на этой основе можно предположить что телевизионная реклама с магическими эффектами будет запоминаться лучше чем похожая реклама без магических эффектов однако это предположение еще не получила экспериментального подтверждения в психологических исследованиях по рекламе если эффект странности распространяется на образы с магическим содержанием то такое предположение действительно является психологически обоснованным по крайней мере в отношении запоминаниях образов с магическим содержанием британским подросткам и взрослым демонстрировались два фильма составленные из клипов коммерческой телевизионной рекламы фильм с магическими эффектами включал рекламные ролики помещенные в контекст магических событий фильм без магических эффектов включал ролики похожих брендов помещенных в контекст странно интересных но реалистических событий если после просмотра фильмов испытуемые запомнят рекламируемые бренды из фильма с магическими событиями лучше чем из фильма с реалистическими событиями то это будет результатом наличия магических событий испытуемому показывали оба фильма порядок показа чередовался а затем тестировали на узнавание тех брендов которые показаны в фильме среди списка брендов включавшего и бренды которых в фильме не было через две недели испытуемых неожиданно для них просили еще раз выполнить тест распознавания голубые колонки на этом графике показывает пропорции правильно распознанных торговых брендов задействованных вне магическом дивиде а красные колонки в магическом дивиде как можно видеть если тест выполнялся немедленно после просмотра фильмов подростки распознали значительно большее число брендов включенных контекст магических событий чем брендов показанных в контексте обычных событий но у взрослых этот эффект отсутствовал интересно что когда испытуемых протестировали повторно через две недели взрослые тоже распознали значительно больше брендов из магического дивиде чем из обычного но у подростков этот эффект исчез результаты подтвердили гипотезу о том что помещение коммерческих брендов контекст магических событий улучшает их запоминание этот эффект зависит от возраста испытуемых у подростков эффект проявляется немедленно но потом затухают а у взрослых эффект проявляется лишь при отсроченном воспроизведении этот эффект можно объяснить следующим образом следы в памяти могут опосредствоваться не только при помощи когнитивных стимулов средств используемых для сознательного запоминания но и при помощи эмоционально образных стимулов средств навязывающих человеку запоминание на подсознательном уровне именно эмоционально образные стимулы средства одним из которых являются магические эффекты и используется в коммерческой рекламе